Как я уже говорила, природа имеет свое собственное энергетическое поле информации. Так вот, я это говорила о том, что есть информационное поле у деревьев, трава и живая природа. Но звери и птицы, и насекомые, это совсем другое, они не имеют с этого отношения. У них свой собственный разум и свой собственный путь накопления, хранения и придачи информации. Сейчас я говорю о деревьях, о том, можно сказать, растительном мире. Так вот, они помнят что-то, что происходило. Природа не различает людские языки. Можно говорить на определенных любых языках, которые есть сейчас. Природа также помнит о том, что говорили люди на тех языках, которые уже отмерили как древние. Но, тем не менее, это все одна и та же информация. Иногда происходят события, как катастрофы или сражения, которые связаны с гибелью живых существ, людей, животных и деревьев. Природа это запоминает и отображает информацию о том, что случилось в какой-то момент, когда-то. И поэтому холмы и горы принимают определенные формы, чтобы показать на них, запечатляются формы о том, чтобы показывать, что происходило здесь. Они как изображение, как гигантские статуи. Они изображают какую-то определенную историю. Горы становятся, как из живой картины. Они показывают о том, что происходило здесь, чтобы другие помнили и сделали все возможное, чтобы подобных разрушений не происходило в будущем. Природа всегда дает напоминание о том, что однажды вы сделали ошибку, однажды вы сделали плохо, вы были наказаны. Видите, что происходило, больше этого не делайте. Сделайте возможное, чтобы жизнь сохранить прекрасной. Потому что каждый был рожден для счастья. Каждый был рожден для того, чтобы приносить мир, красоту и добрую энергию. Так вот, есть то, что здесь передается информация. Вот так. Даже есть те, кто может слышать голос природы. Они разговаривают с травой, с деревьями. Можно узнать от земли, от травы. Можно узнать о том, что есть травы полезные и вредные. Какие именно? Древние люди знали это. Они спрашивали растения, что помогает от определенного вида болезней. Как я говорила много раз, нет неизлечимых болезней. Все вылечить можно. Никто не рождается уродом. Даже если есть внешние деформации. Это все можно исправить. Не на 90%, можно 95, можно 85. Но это того стоит все равно. Что-то исправляется на 100%. Кстати, есть легенда о 99 и о единице. Но об этом в другой раз. Так вот, каждому есть огромный потенциал сделать себя таким, каким он хочет. Каждый должен спросить у природы, что для этого нужно. Как именно можно исправить то, что он имеет. И как можно получше сделать себя тем, кем хочешь быть. Каким хочешь быть. Потому что каждый может стать красивее, сильнее. Это есть в каждом потенциал. Есть огромный. И у каждого природа дает огромные возможности. Так вот. В древности люди узнавали, какие есть лекарства. Они спрашивали траву. Трава им отвечала, что она полезна от того-то и от того-то. Позже современная медицина узнает, что есть действительно полезные вещества определенные. Но каким образом древние люди об этом узнали, надо было несколько лет экспериментов с современными лабораториями, чтобы достичь тех знаний, которые знали обыкновенные деревенские знахарки. Они не имели лабораторий, они не имели таких возможностей, как современная наука. Но они знали иногда даже больше. Потому что природа сама говорит, что нужно. Только надо уметь услышать. Также природа предупреждает об опасности. Перед тем, как начинается огромное такое событие, как лесной пожар, звери удирают оттуда. Иногда случаются цунами и наводнения. Животные удирают вовремя. Люди не слушают. Иногда им снятся сны, но люди не обращают на это внимания. Это голос природы. Природа предупреждает. Проводится землетрясение, за ним последует наводнение. Животные слушаются. Они прячутся в безопасных местах, и они остаются живы. Люди не слушаются. Для них важнее свой престиж, работа, еще что-нибудь. И они не слушаются снов. Они не слушаются того, что можно назвать внутренним голосом. То, что можно назвать пречустием, ясновидением или чем-то подобным. Ясновидение можно развить очень сильным образом одна четверть людей. Это зависит от четырех типов характеров. Об этом я расскажу когда-то попозже. Самое главное, что можно научиться ясновидению. У кого есть к этому предрасположенность. Это одна четверть населения. Другие могут слышать чуть-чуть поменьше, а услышать, может, не в такой четкой форме. Но, тем не менее, о глобальных катастрофах можно услышать. О том, что крупное событие произойдет, такое как цунами. Об этом можно услышать во сне. Но не все хотят этому верить. А природа предупреждает всех. Потому что, если кому-то суждено жить, он услышит предупреждение, каким образом, где ему надо спасаться. Главное, уметь слушать. Это самое главное в природе. Она рассказывает о том, что будут лесные пожары. Она рассказывает о том, что будут землетрясения. Главное, успеть услышать и уехать. Но так вот, природа еще кроме этого передает информацию о том, что было в прошлом. Природа может рассказать, где находятся какие-то определенные вещества, которые люди ищут. Некоторые занимаются археологией, пытаются разыскать что-то, что было много лет назад в этом месте. Природа лучше расскажет, чем любой прибор. У меня были знакомые, которые пытались это проверить. И они проверяли, да, это так. Кроме того, с природой можно говорить о том, чтобы она давала урожай лучше. И это тоже работает. Когда я была маленькая, я сажала косточки фруктовых, если есть грейпфрут или апельсинок. И в этом мы проверяли. Все, что я сажала, прорастало, все росло. Другие мои сверстники, мои родственники, друзья, знакомые, они пытались тоже что-то посадить. У них прорастала у кого-то половина, у кого-то 75% семян прорастало. Но мои почему-то прорастали полностью. Я разговаривала с природой, я наблюдала, как растут цветы, как они раскрываются. Я спрашивала, что лучше, его надо поливать столько или столько. Это был мой эксперимент. Я об этом могла очень много рассказывать. Потому что я в основном всегда предъявляю, что природа права. Люди могут быть не всегда правы. Они могут ошибаться, потому что они не слушают природу. Они чаще всего не слушают даже самих себя. Привода, она будет, если того, что вечного существования, ничего не существует. Привода, она будет происходить в другие формы.